Всем привет! Меня зовут Рафаэль. Вы на канале Слеза Сатоши. Поговорим сейчас про биткоин и про альткоины. Что происходит на рынке? Постараюсь вложиться минут в пять. Сейчас биткоин снижается до отметки 31 тысячи, может быть даже немножко ниже. И это, конечно, сильно пугает рынок. Тем более пугает тех, кто заходил в лонговые позиции на маржинальных рынках с плечами. Сейчас происходит вынос стопов. Я думаю, что такое снижение может продлиться вплоть до 29 тысяч долларов. После чего я предполагаю, что биткоин отскочит. И по моему мнению, отскок возможен вплоть до 40 тысяч долларов. И вот почему. Если сейчас выносят тех, кто стоит в лонгах на маржинальных торгах, то возврат до 40 тысяч это движение вынесет стопы шортистам. Кто будет и шортит уже сейчас биткоин. При этом это движение, значение все, что выше 36 тысяч долларов, вызовет надежду тех, кто так и не продал биткоин. Что биткоин будет расти дальше и биткоин так и не будет продан этими участниками на рынке. А также здесь идеальная зона для покупки и веры, на вере в то, что биткоин будет расти. Но данное движение, я сейчас расскажу, почему оно достаточно разумно. И может быть в телеграм-канале вы видели пост, где Мишка и был код 17.12.2017. Тогда речь шла, это 10 января было, когда мы были вот в этой точке на самом верху 41-42 тысячи долларов. Это была отсылка к 2017 году, 17 декабря. Вот в этой точке, вот он, 17 декабря, 20 тысяч долларов за биткоин. Роботы там на фотографии, на картинке смотрели в одну сторону, Мишка в другую сторону и улыбался. И действительно у нас произошло снижение, как это было в 2017 году. И обратите внимание, вот у нас первое снижение. И примерно здесь мы закрываемся в районе 14 тысяч долларов. Некоторый возврат и очередное снижение. И это снижение было на 15% ниже, чем последний вот этот локальный лой. Сейчас примерно такая же ситуация. Отметка 29 тысяч долларов, это примерно 15% от этого лоя. Такое снижение выносит стопы всем, кто в лонгах и верит в рост. А уже последующий рост, он вынесет стопы всем, кто будет в шарте. И ровно то же самое было у нас в 2017 году. Я не говорю, что этот 100% должно произойти так. Я не знаю, как будет двигаться биткоин. Никто из нас не знает. Но есть определенный сценарий, в который я верю больше. И пока этот сценарий отрабатывает. И отрабатывает он в том числе, потому что альткоины сейчас не так сильно валятся. О них мы чуть-чуть попозже поговорим. Да, и в прошлый раз возврат цены и падение последующие. Вот эта точка, она многим, многих уверовала в то, что биткоин будет расти. Здесь очень многие покупали. Я уверен, здесь были и маржинальные позиции. Но в итоге мы падали. Самое интересное, что это движение, да, вот этот вот локальный хай, он перебил предыдущий локальный хай. Именно такая же ситуация может произойти у нас сейчас. И именно этот сценарий, видите, вот этот локальный хай, он здесь, к сожалению, слишком высоко оказался. Это немного плохо. Но вот этот может быть где-то в той же зоне, может быть даже чуть-чуть выше. Обратите внимание, что в 2017 году на вот этом вот росте биткоина, давайте я уберу лишнее. Немножко неудобно мне с ноутбук, конечно, все это дело рисовать не получается. Давайте я просто другой цвет выберу. Вот при вот этом росте альткоины очень сильно росли. И вот в этой точке эфириум был 1000 долларов, а при падении до 1400. То есть при падении биткоина, вот этом погружении биткоина, эфириум вырос на 40% от своих all-time high на тот момент. С 1000 долларов до 1400. Что-то похожее я сейчас жду от рынка. Мы наблюдаем за тем, что альткоины не особо так дешевеют, а в паре к биткоин вообще некоторые дорожают и очень уверенно держатся. В случае, если биткоин будет расти, я думаю, что альткоины начнут расти в паре к биткоин. И ровно такое же произойдет при снижении. А давайте обратимся к альткоинам и посмотрим, что с ними происходит. Смотрите, нео в паре к битку не падает, что мы обычно наблюдали. Нир в паре к битку не падает, а наоборот даже растет. Дот в паре к битку. То же самое. Мы у хайов. В случае дот практически у all-time high в паре к битку. Давайте посмотрим на эфириум, среднюю температуру по больнице альткоинов. И здесь мы находимся достаточно уверенно вверху и как-то не особо льемся. По моему мнению, если посмотреть на тот же эфириум, вполне возможно, что по эфириуму мы вырастим от текущих значений. В случае, если биткоин вырастет до 40-38-40 тысяч, а потом последует некоторое погружение, мы можем вырасти до 1800 вплоть до 2200 долларов. В этом случае я, скорее всего, распродам практически полностью свой портфель. Вы знаете, мой портфель состоит в основном из альткоинов. И пока на данный момент я не предпринимаю никакие действия. В то же время в моем портфеле 30% стейблкоинов. И именно потому, что я не знаю, как будет двигаться рынок. Да, есть определенный сценарий, в который я больше верю, но знать наверняка не могу. Именно поэтому стейблкоины в моем портфеле присутствуют. Ребят, всем хорошего настроения. На связи. Пока.